всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня у нас обалденная пицца домашнего приготовления моего собственного вот этими вот ручками кстати вчера сделала новый маникюрчик гляньте покрытие сделала гель-лака и френч знаете постоянно раньше я не делала френч потому что он у меня не очень получался а в этот раз я сделал во влоге там поближе вам покажу как получилось в общем раньше его не делала потому что он не получался не идеально а вчера сделала очень даже классно вообще даже если у вас что-то не получается надо пробовать надо делать чтобы набить руку левая рука прям идеально правая есть косяки но так ходить можно села вчера чуть ли не в 11 делать себе ноготочки закончил очень поздно наверное в час ночи еще такой интересный фильм смотрела русская мелодрама непредсказуемый сюжет был обычно у этих фильмов плюс-минус сюжет одинаковые это меня жутко раздражало это не сгущенка это банановый сок под каким-то видео все пишут я думал это сгущенка в общем фильмы вот индийские и русские плюс-минус уже на середине фильма ты знаешь как закончится все дело кто за кого выйдет замуж обычно какой сюжет женщину бросает муж уходит к любовнице она уезжает куда-то в деревню или устраивается куда-то на работу и тут за ней начинает ухаживать какой-то миллионер или вдовец какой-то поэтому я на самом деле не особо такая знаете фанатка этих фильмов я очень люблю ужастики готова смотреть постоянно просто дело в том что у меня какие-то психологические возможно расстройства когда я смотрю ужастики ложусь спать потом я начинаю лунатить то есть эти фильмы плохо на меня влияют особенно ночью когда одна дома начинаешь смотреть эти фильмы вообще с ума можно сойти рецепт на пиццу я вам обязательно оставлю вера и гнатюк задает вопрос привет айка приятного аппетита спасибо большое много рассказываешь про детство своей бабушки но никогда не рассказываешь про детство мамы была ли у нее первая любовь или какие-то такие моменты которые в жизни не получились и рассказывает ли она вам об этом моя мама очень сдержанная на эмоции и не только она такая я заметила у них вообще все родственники такие то есть если сравнивать сторону папы у всех там были какие-то истории мой дядя вообще был влюблен в свою учительницу хотел чтобы бабушка женила его там семилетнего на учительнице что касается момент мамы мамы вообще не было никаких у мамы долгие годы болела мама то есть моя бабушка у нее были серьезные проблемы со здоровьем и где-то наверное лет 15-20 точно она прожила но прожила очень сложно то есть как она не могла сама себе например приготовить что-то по хозяйству помочь то есть постоянно нуждалась в помощи моя мама была самым младшим ребенком все уже по выходили замуж и мама ухаживала за бабушкой помогала по хозяйству мама никогда не стремилась получать высшее образование ехать куда-то учиться просто понимая ситуацию в семье когда бабушка находится в беспомощном состоянии естественно тут не подумаешь о своей карьере тут думаешь о том как бы сделать так чтобы ситуация улучшилась мама рассказывает что бабушка царство и небесное когда мама выходила замуж бабушка уже говорила я умираю я вот-вот умру давайте быстрее делайте свадьбу дед очень любил бабушку и вообще они поженились по-моему они оба были из детского дома бабушка всегда рассказывала как они из пластиковых бутылок делали стаканы и вот так вот создали семью то есть не имея ни гроша ничего просто чисто на искренности вы знаете иногда человек например живет всего 70 лет он живет здорово не нуждается в помощи иногда бывает человек живет 90 лет но из них 20 в беспомощном состоянии вот как раз таки моя бабушка прожила много но она прожила постоянно по больницам постоянно лекарством то есть тяжело прожила мой дед был мельником постоянно время проводил на мельнице а мама выполняла все домашние поручения домашние дела приготовить постирать там за коровами поэтому чисто времени на какую-то личную жизнь абсолютно не было а с папой они познакомились через-через то есть моя бабушка папина мама искала невесту для своего сына но она хотела чтобы она по национальности была лезгинка и через-через ей посоветовали мою маму а до этого было еще несколько претенденток к которым бабушка хотела пойти засвататься но там она просто была в шоке от состояния квартиры дома точнее они сначала приходили просто с папой там типа они по какому-то вопросу сразу не говорили что мы там пришли смотреть на вашу дочку раньше так было раньше тоже были те кто сами себе находили пару у меня просто папа никогда не был шустрый в этом плане и некоторые когда пишут в комментариях у него там наверное в россии другая жена и дети и так далее вы просто не знаете моего отца он очень очень застенчивый и по женской части он вообще не бабник то есть он такой застенчивый культурный человек когда я смотрю на улице например мужчины возрастом его отца проходит девушка в короткой юбке они и вот так и вот так и вот так смотрят я просто вспоминаю своего отца он вообще опустит взгляд и пройдет мимо и поэтому на тот период тоже самому как-то подкатить кому-то ему было неудобно у папы даже первой любви не было папа очень хорошо учился как бы был ему было неинтересно это все в общем пришли свататься к одной вроде внешне понравилось и так далее эти домашние то есть домашние девушки даже не в курсе что пришли на смотрины даже не в курсе что пришли на смотрины в общем взяла палас или как правильно сказать ковер наверное начала его вытряхивать от пыли и прям рядом висело белье белое постельное белье и она получается колотит ковер и вся эта пыль на белье прикиньте какие критерии были по выбору жены и бабушке сразу это не понравилось во первых то что она жует жвачку во вторых то что она не подумала что пыль от ковра попадет на белье у меня папа тогда был полицейский в полицию работал тогда это была милиция ну да ладно и они типа приходили по какому-то такому поводу связанному полиции ну смотрина и таких ситуаций было несколько бабушка мне рассказывает я прям так угораю как же смешно раньше все было а собственно говоря как мама с папой познакомились я вам уже давно рассказывала не буду повторяться дальше вы всю историю знаете на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца всех люблю пока пока